Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я учитель истории общества знания городской классической гимназии города Ипуцка. И сегодняшний лайфхак посвящен проблеме накопляемости оценок. Конечно, это проблема, но как ее решить? Решить эту проблему мне помогла такая платформа, как смарт-тетрадь. И эта же смарт-тетрадь мне помогла в период дистанционного обучения. Я использую смарт-тетрадь на уроке при проверке домашнего задания, а также в конце урока при закреплении новой темы. Заходим на платформу смарт-тетрадь, выбираем задание, предмет, например, общества знания, 8 класс. Значит, здесь выходит рабочая тетрадь у МК Боголюбова, по которой мы все работаем. Далее идет к выбору упражнений. Тема у меня сейчас идет экономика. Вот, допустим, параграф 19 мы прошли. Главное вопрос экономики. Задание номер 4. Типы экономических систем. Здесь можно посмотреть, каков уровень заданий. То есть здесь нужно заполнить таблицу. Типы экономических систем. Далее нажимаем. И вот здесь, значит, есть такие вставочки. То есть я должна указать дату. Если это у меня проверка домашнего задания, то я, значит, нажимаю сегодня. Ограничение времени. Кстати, вот они сейчас ограничили. Раньше было 35 минут. Сейчас я могу ограничить до, допустим, до 10 минут. И не показывать правильные ответы ученикам. Создать задание. Так, здесь выходит ссылка. Я эту ссылку копирую и отправляю учащимся. Вот сегодня, от 12 марта было задание. Начали делать 7, закончили делать четверо. Трое не сделали. Так, значит, ну, кто-то вообще не подключился. Если это проверка домашнего задания, здесь я могу увидеть, кто не подключился. Потом выходит проверить. Ну, вот, например, Мартианова Анастасия. Значит, она ответила, заполнила таблицу. И выходит оценка 4.